В 1882 году в Уфе родился будущий исследователь Арктики Валерьян Альбанов. Окончив мореходку, он курсирует на различных судах по Балтийскому морю. В 1912 году Альбанов знакомится с Георгием Брусиловым, русским исследователем Арктики, который предлагает Валерьяну стать штурманом на его судне Святая Анна. В том же году Шхуна отправляется в масштабную экспедицию по Северному морскому пути. Практически в самом начале пути судно увязло во льдах Карского моря и легло в дрейф. Часть команды во главе со штурманом Альбановым отправилась в беспримерный поход по плавучим льдам к земле Франции Осифа. До мыса Флора дошли только двое, вынеся с собой бесценные результаты научных исследований, так как еще ни одно судно в эти широты не попадало. Выжили лишь Альбанов и матрос Конрад, которых обнаружила экспедиция Седова. О судьбе Шхуны Святая Анна и оставшихся на ней участников экспедиции до сих пор ничего не известно. Невозможно себе представить, что эти двое дошли до мыса Флора земли Франции Осифа, не имея под рукой никаких карт, и принесли с собой бесценные результаты научных исследований, так как еще ни одно судно в эти широты не попадало. Доставленные Альбановым материалы позволили систематизировать сведения о течении в Центральном полярном бассейне, определить границы материковой отмели, выявить подводный желоб на границе между Карским и Баренцевым морями, который потом ученые назовут желобом Святой Анны. Предсказать открытие острова Виза. На основании наблюдения Альбанова во время пешего перехода выявлена закономерность дрейфа льдов в юго-западном направлении и открыто восточно-шпитбергенское течение. Группа Альбанова закрыла мифические острова земли Петермана и Оскара. Валериан Альбанов послужил прообразом штурмана Климова в знаменитом романе «Два капитана» Вениамина Каверина. Его путевые записки на юг земли Франца Иосифа много раз пересдавались за рубежом, в том числе во Франции, Англии и Америке, где получили характеристику забытых шедевров русской литературы. Именем Альбанова назван остров в районе Диксона, мыс в архипелаге земля Франца Иосифа, ледник на острове Октябрьской революции в архипелаге Северная земля. В 2016 году в морях Северного Ледовитого океана стал бороздить танкер «Штурман Альбанов» — самое мощное в России нефтеналивное судно ледового класса. Ледовитого океана